Доброе утро! 11.04 в Москве. Это Рунет сегодня, 17 июня 2019 года. Мы звучим на 99,6 в столице или онлайн на финам.фм. Также напомню, возможно, слушать нас в подкасте. Если вы по каким-то причинам не поспеваете на традиционное для программы время прямого вещания 11.00 каждый понедельник, то можете подписаться на ленту подкастов и слушать эпизоды программы в любое удобное для вас время в виде записанных файлов, что часто рекомендую делать. Значит, напомню, что мы рассматриваем события прошедшей недели в области цирового пространства, уделяем самое главное, расставляем точки над И, или, как я еще периодически говорю, над ЙО, если дело касается Рунета непосредственно, потому что говорим мы все-таки о глобальной сети тоже, поскольку тенденции и события глобальной сети так или иначе затрагивают нас всегда. Причем иногда прямо немедленно сейчас, иногда с некоторой оттяжкой, но все равно волна доходит. Итак, сегодня говорим о следующем. Коротко обсудим. Госдума приняла в первом чтении антипиратский законопроект. О нем много говорилось, мы говорим в этот раз немного. Для того, чтобы не слишком активно в эту тему влезать, в каждую передачу уже обсуждали. Значит, поговорим также про ВКонтакте. На минувшей неделе соцсеть дала сразу несколько инфоповодов. Так, например, некоторые СМИ утверждали, что Федеральная служба финансовым рынком нашла нарушение в сделке по продаже акций соцсети, но не тут-то было, вроде бы откатили. Кроме того, в конце недели соцсеть отметилась массовым удалением музыки по запросам правообладателей. Также попытно в контексте этих антипиратских историй. Также поговорим о том, что основатель Life Internet, известный интернет-приприниматель Герман Клименко, объявила создание ассоциации по развитию электронной коммерции. Неожиданно. В США продолжается скандал, связанный с сотрудничеством крупнейших интернет-компаний с ЦРУ. Ну и также в экспресс-режиме обсудим проблему украинского вебмани с местными правоохранительными органами. Ну и главное, сейчас дам анонс полный, о чем пойдет речь. Это о том, что Google купила навигационный сервис Waze. Сумма сделки, по непрередренным данным, составила более миллиарда долларов. Почему американская корпорация готова была выложить такую огромную сумму? И чем это может обернуться для сегмента навигационных сервисов? Это будет первый сюжет нашего подробного обсуждения в будущем. Значит, далее второй сюжет Apple, который представил целый ряд новинок, включая новые версии операционных систем для компьютеров и мобильных устройств, а также сервис потокового музыкального вещания iTunes Radio. Насколько востребованы будут эти продукты, кого будущая компания без Стива Джобса? Об этом мы пробуем поговорить подробнее. И, наконец, третья новость, третий сюжет. Интернет-магазин «Ламодок», получивший 130 миллионов долларов инвестиций от пула западных инвесторов. Как это скажется на сегменте отечественного онлайн-ритейла? Инвестиция рекордная. Меня зовут Максим Спиридонов. А гости этого выпуска, которые уже находятся в моей студии, Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и социальных программ фонда РВК. Приветствую, Евгений. Добрый день. И Олег Недерев, сооснователь мобильного списка покупок «Купи Батон». Олег, приветствую. Привет. Значит, коллеги, повестка оглашена. В общем, ясность, то, о чем будем говорить, мне также, кажется, есть. Начнем. Рунет сегодня. Итак, первая новость в экспресс-режиме, которую будем обсуждать. Госдума приняла в первом чтении антипиратский закон. Согласно закону проекту, правообладатель может обратиться в Московский городской суд, который выдаст предписание ограничить доступ к нелегальному контенту на том или ином ресурсе. После чего правообладатель должен подать иск в суд. Если суд решит, что претензии не обоснованы, материал может быть разблокирован. Как ваши впечатления от этого, Евгений? Ну, в последнее время законодатели активно ищут способ удовлетворить желание правообладателей каким-то образом пресечь ту вольницу, которая происходит, особенно в социальных сетях. Довольно ожидаемая история. Я, правда, очень сильно сомневаюсь, что этот закон будет по-настоящему эффективно работать. А при этом будет, вы уверены, да? Скорее всего, конечно же, да. Может быть, какие-то незначительные поправки. Но я думаю, что это больше имеет значение для лоббистов крупных правообладателей, чтобы им, условно говоря, отчитаться о проделанной работе, чем приведет к какому-то реальному изменению. Надо сказать еще раз о том, что законопроект был написан без участия интернет-сообщества и Министерства связи. Яндекс, Гугл, Мэйлру Групп, РАЭК, САЦЕ, которая объединяет многие интернет-компании, расфиксировали документы и предложили свои поправки. Второе ощущение законопроекта может состояться уже на этой неделе. Олег, а ты как на это смотришь? Ну, я почитал закон, посмотрел, кто его составлял. И очевидно, что режиссер, актриса и певица составили закон, и они совершенно не разбираются, как работает интернет. Соответственно, закон неэффективный просто. И я согласен с лидерами рынка, Яндекс, Гугл, что этот закон не будет работать, и нужны поправки. Есть надежда, что их поправки, которые они предлагают, будут каким-то образом учтены. Пойдем дальше. Странным образом продолжает развиваться ситуация вокруг ВКонтакте. Похоже, вообще их лихорадит, ну, в общем, по известным причинам, по причинам передела влияния собственности внутри компании, судя по всему. В начале недели появилось сообщение о том, что Федеральная служба по финансовым рынкам нашла нарушение сделки по продаже 48% акций в соцсети ВКонтакте, которая состоялась еще в апреле. Потом это вроде как сказали, что нет, все в порядке. И по сообщению, Фонтанки.ру якобы тогда был наложен штраф на компанию до 700 тысяч рублей. Значит, и параллельно еще, что возникло уже к концу недели, в ВКонтакте стали пропадать аудиозаписи. Вот эта пропажа аудиозаписи, причем происходила довольно массово и вызвала, если не панику, то серьезное волнение среди пользователей. Олег, это тоже вот вокруг антипиратского закона волнение? Ну, честно говоря, я ВКонтакте не пользуюсь, но, наверное, это связано. Делает тебе честь. Ну, я читал, да, не знаю, почему так связано наверняка. Евгений, как считаете? Ну, я, конечно, боюсь, что ВКонтакте еще долго будет слегка лихорадить, потому что процесс изменения структуры собственников всегда сложный. Болезненный. По крайней мере, в таком крупном режиме, там, половина соцсетей. И в таком крупном, в конкретной истории конкретных, скажем так, основателей, акционеров, кто сложно меняет свои отношения, которые долго возникали, сейчас трансформируются. Не знаю, как долго это пройдет. Я очень надеюсь, что все-таки в итоге ситуация стабилизируется, потому что ВКонтакте очень большой потенциал роста, возможно, даже глобального. Но это, конечно, произойдет. Вычистят полностью ВКонтакте от нелицензионных музыкальных композиций, как вы считаете? Ну, если честно, то мне лично кажется, что все конкретные претензии к ВКонтакту относительно контента это все-таки инструменты пиар-воин. Как только договорятся на определенном уровне, то мы будем значительно реже слышать такого рода. То есть вы думаете, что там останется нелицензионное видео и аудиопродукция? Я думаю, оно там будет присутствовать точно так же, как во всех других сетях. Его вовремя будут тихо обнаруживать и тихо убирать. Мы продолжим разговор об этом коротко в контексте Apple, потому что, мне кажется, там связка тоже вполне себе логичная. Мы будем говорить про iTunes Radio, которое не сможет существовать на территории Рунета без какого-то зачистки ВКонтакте. Идем дальше. Основатель Live Internet Герман Клименко объявил о создании ассоциации по развитию электронной коммерции. Организация, цитата, будет отстаивать интересы игроков рынка и коммерс. Вот такое вот общее. Требуется, Олег, сегодня и коммерсу, с твоей точки зрения, ассоциация сверх тех, что существует. Есть RAEK, общая ассоциация для всей интернета бизнеса. Есть AKIT, такая вот, ну, там, по-разному к ней относится, но она объединяет крупных игроков объективно. Ну, я считаю, что что-то должно делаться. Ну, хорошо хотя бы, что что-то делается, вот так я бы сказал. Если эта ассоциация, ну, над ней будут работать, и она будет работать, значит, она нужна. Но мне кажется, эта новость, она какая-то немножко высосана из пальцев в плане того, что, ну, новости особо нет. Ну, создали ассоциацию. Ну, она же пока еще ничего не сделала. Ну, здесь главная персона руководителя и идеолога этой ассоциации, Герман Клименко, довольно известный и активный человек. Вот, в частности, AKIT, который резко отреагировал на появление его ассоциации, разослал спешно пресс-лист, назвав его даже не интернет-предпринимателем там, и, как обычно его называют, а блогером. Он действительно довольно активен в медиапространстве, и поэтому его активность может вылиться во что-то. А во что, как вы думаете, Евгений? Ну, вообще появление таких ассоциаций очень правильное дело, и практически по всем основным направлениям деятельности в глобальных компаниях всегда объединяются, чтобы создавать такие ассоциации. И, конечно же, нужна была давно уже ассоциация по электронной коммерции, потому что это один из самых быстрорастущих сегментов рынка. Со своей совершенно специфической ситуацией им был нужен профильный отраслевой лоббист, чтобы защищать права. Ну, во что это выльется, сложно сказать. В России не так стабильная ситуация взаимоотношений между профессиональными ассоциациями. Ну, рынок учится. Посмотрим. Значит, далее идем. В США продолжается скандал, связанный с сотрудничеством крупнейших интернет-компаний с ЦРУ. Facebook и Microsoft обнародовали информацию о том, сколько запросов о данных пользователей поступает к ним от властей. Они открещиваются всячески, кстати говоря, от того, что они дают прямой доступ к своим серверам, то, о чем заявлялось. То же самое позже хочет сделать Google. Компания уже запросила разрешение на публикацию данной информации. Совсем коротко, у нас мало времени. Евгений, то, что там происходит, затронет нас? Я думаю, что да. Это самое начало глобального такого конфликта по вопросу privacy и вообще по поводу взаимоотношений личностей и государственных служб. Это только начало большого-большого процесса. Беспокоит тебя, Олег, то, что сказали спецслужбы, что якобы они получают доступ, вернее, действительно, но типа не для американцев, то есть для нас в том числе? Мне кажется, они врут и да, беспокоят. И последняя новость, которую обсудим в экспрессе. Украинские силовики провели обыск в офисе украинского же WebMoney, электронной платежной системы. А на следующий день спустя Министерство доходов и сборов Украины заблокировало на счетах фирмы, обслуживающие систему, 7 миллионов долларов. Означает ли это, что WebMoney будет выпиливаться из Украины, Евгений? Вполне возможно. А хорошо это или плохо, Олег? Я думаю, они с кем-то не договорились. Хорошо или плохо? Мне кажется, плохо. Кому-то просто перейдет эта часть рынка и все. Какая-то конкурентная борьба идет. Похоже, банки жмут. Да. Поскольку они опомнились, надо что-то делать в электронном пространстве. А тут какие-то непонятные выскочки. Конкуренция? Да. Несомненно. Это было традиционное для программы экспресс-обсуждение важных новостей в ушедшей неделе. Через минуту перейдем к трем важнейшим новостям в ушедших дней в рамках подготовленных нами тематических сюжетов. Продолжаем. Итак, друзья, 17 июня 2013 года, говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть записи. Программу РУНЕТ сегодня. Мы рассказываем о главных событиях ушедшей недели в области цифрового пространства, мобильного веба, интернет-сетей, интернет-бизнеса, ну и так далее. Звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финанс.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска Олег Недерев, сооснователь мобильного списка покупок Купи Батон и Евгений Кузнецов, директор Департамента продвижения и инноваций социальных программ фонда РВК. Коллеги, сейчас в навигационной сфере существуют разные, не только по названиям, но и по подходу освоения электронных карт игроки. Это и карты крупных интернет-порталов, таких как Google, Яндекс, Microsoft. Это карты, совмещенные с правочниками или производителей вообще чисто навигационного софта, часто даже со своими коробочками, приборами, да, вспомнить, Navitel какой-нибудь или ему подобных. Значит, или даже других там европейских типа Garmin-производителей, что будет более корректный пример. Есть карты, которые остаются пользователями, есть геолокационные сервисы типа ForceCore. Это совсем отдельная песня, геолокационные сервисы. Вопрос. Текущее положение вещей, такое многообразие в этой конюшне, это переходная стадия. Как вообще будут развиваться эти самые электронные карты? Будет ли какое-то единое в итоге, единое пространство? Или они так и будут сегментироваться в рамках различных специализаций? Как вы считаете, Евгений? Ну, главное, зачем ведется охота, и не только в геолокационных сервисах. За деньгами. В конечном счете. В конечном счете. Но в основном все-таки гонятся за потребителем. А потребители потом конвертируются в деньги. А вопрос в потребительском удобстве. То есть, если смотреть не с точки зрения технологий, и не с точки зрения каких-то новых возможностей, которые представляет сервис чисто с технической стороны, то вопрос, какой из этих сервисов будет наиболее практичен и полезен для потребителей. Ожидаете ли вы, еще раз уточню, вопрос какой-то агрегации всего той многообразия, которая сейчас существует? Естественно, конечно. Но это скорее будет происходить не как слияние этого поглощения, а как формирование неких лидерских форматов, и кто-то выиграет, кто-то проиграет. Как ты думаешь, Олег? Я думаю, да. И это уже происходит. Вот приобретение Waze уже идет. Ну, собственно, к этому и подойдем тогда. Сейчас о крупной покупке Гугла. Корпорация Google приобрела израильский навигационный сервис Waze. Сообщение об этом было опубликовано в блоге американской компании. Стороны не стали разглашать сумму сделки, однако, по неофициальным данным, она превысила планку в миллиард долларов. Разработчики сервиса войдут в штат. Google, однако, продолжит работать в Израиле. Предполагается, что функционал сервиса будет интегрирован в Google Maps. Если так случится, станет ли эта социализация карт чем-то по-настоящему значимым для нас, пользователей? Как вы думаете? Для бизнеса Google вокруг навигации что изменится, Олег? Ну, да, повышение социализации. К сожалению, Waze... Я бы сказал, что не просто повышение, а некая новая ступень в этом смысле. Google Maps сейчас не социализирована, по сути. Ну, некая ступень, но все равно база — это карты и навигация. А это как надслойка некоторая сервисная. К сожалению, Waze не работает в Москве, и мне не удалось оценить все его преимущества. Ну как, он работает, но плохо. Ну, плохо там нету практически, ну, никакого социума там нету. Чтобы понять, как это работает, ну, я почитал отзывы американцев, и да, там многие в восторге говорят, действительно, это работает. И с помощью вот этого социальной надслойки люди быстрее добираются до работы и куда угодно. Ну, давай объясним тогда коротко слушателям, что так происходит. Фактически, Waze — это карты, на которых активнейшую роль играет пользовательская составляющая. То есть то, что пользователи оставили с точки зрения пробок, аварийных ситуаций, дорожных работ, полицейских засад, радаров и так далее. Вот это все агрегируется очень эффективным образом. И в итоге позволяет в автоматическом, подавтоматическом или вручном режиме ориентироваться в дороге и быть, ну, более, быть быстрее просто, быть вовремя в нужном месте. Более эффективным перемещением. Ну да. Евгений, а вы видели, как работает Waze? Я видел, как работал Waze, хотя не очень много пользовался, но это очень похоже на то, что делает Яндекс.Пробки, что действительно очень сильно облегчает дорогу. Значительно. Вообще, до недавнего времени в Москве было удобнее пользоваться навигационными сервисами, чем за рубежом, потому что, действительно, Google Maps представляет довольно такую не очень читаемую информацию. Ты не можешь всегда понять и спрогнозировать, как тебе ехать, даже зная, что там есть какие-то пробки. То есть недостаток в Москве. Ну, у Maps есть пристроечка навигации, Google Навигация, который российский называется, но я использовал его. Я использую, очень нравится. Мы с женой пользуемся. А почему не Яндекс.Навигатор, кстати говоря? Ну, Google Maps, по нашему мнению, лучше строит маршруты и дает несколько альтернатив. То есть у Яндекс.Карт очень большое преимущество — это пробки, да, информация по пробкам. Если мы смотрим, хотим, там, едем на дачу, мы обязательно смотрим Яндекс.Карты. А если я перемещаюсь по Москве, там, в метро или все как-то, я пользуюсь Google Maps, потому что у них более корректные карты. Ну, у Maps есть огромный плюс, действительно, при перемещении по Москве пешком. Там есть такая возможность прокладки маршрута. Пешком, транспортные развязки, ну, очень удобно. И по всему миру я вот куда езжу, пользуюсь Google Maps. Не, ну, по миру понятно, что в большинстве ведущих стран там Google просто, он на первом месте с огромным отрывом. Ну, в Москве тоже у них достаточно точные карты. Окей. Возвращаясь к Вейзу, вот это вот социальное составляющее, когда данные будут поставляться не каким-то сервисом, как, скажем, Яндекс.Пробки на Яндекс.Картах или Google.Пробки, не знаю, как называется точно их сервис, но вот та история. А пользователями. Насколько сильно это сдвинет историю, как вы кажется, Евгений? Довольно сильно, потому что разговор о пробках — это только маленький шаг в возможных коммуникациях, которые вокруг этого выстраиваются. Потому что действительно есть очень много другого, о чем можно сказать, что можно показать на карте, вокруг чего можно построить и коммуникации, и продажи, и все что угодно. Так что здесь Google абсолютно прав. Этот сервис очень быстро развивается, и это направление сервисов очень быстро развивается. Вообще очень любопытно это может быть, встроившись в конюшню Google этого огромного игрока международного, интересно, может работать в том смысле, что, агрегируя огромные пользовательские данные, даже больше, чем может позволить себе Waze, хотя тот-то тоже, в принципе, довольно много у них уже пользователей, они действительно смогут повлиять реально на трафик на дорогах крупнейших мегаполисов, это, собственно, за их пределами. Потому что, когда для каждого пользователя система автоматически или полуатоматически будет вычитывать оптимальные маршруты, исходя из ситуации, реально текущей сейчас на данную секунду, то города могут сильно разгрузиться. Не знаю, сколько, не берусь прогнозировать, поскольку не являюсь специалистом в этом смысле, но действительно сильно. У нас есть комментарий от человека, который, во-первых, владеет предметной составляющей, поскольку является аналитиком и экспертом в области IT, а также он хорошо знает реалии Израиля, а именно в Израиле сервис «Одилса», и там это действительно повсеместно. Послушаем Сергея Вильянова, главного редактора издания «Мир ПК». Мне кажется, что сумма, уплаченная за Waze, более чем адекватная. Я бы даже сказал, что Google сильно повезло, они сэкономили. Я объясню, почему. Waze — это не только навигационный сервис, как его пытаются некоторые представить, а это очень мощная платформа, в том числе и для электронной коммерции, потому что там встроена масса дополнительных функций, позволяющих направить владельца автомобиля туда, куда нужно, собственно, заказчику какого-то сервиса. Например, можно сделать так, чтобы за проезд по определенной улице, мимо определенного места начинались баллы, на которые можно что-то получить в качестве приза. Можно таким образом рекламировать массовые мероприятия, магазины. В конце концов, с помощью Waze можно даже организовывать службу мобильных знакомств. Такая тоже опция имеется. С другой стороны, Waze — это очень мощное средство для планирования времени, потому что там встроены механизмы, кстати, они запатентованы, позволяющие точно предсказать время прибытия твое на место назначения. И в наше время это очень удобно. И третий пункт. Waze надо рассматривать не только как потребительский сервис, но и как, скажем так, очень интересную технологию. Например, недавно я делал материал о системе управления войсками в израильской армии, и представитель израильского генштаба сказал мне, что они, когда разрабатывали эту систему, они вдохновлялись именно вот теми механизмами, которые использованы в Waze. Соответственно, не исключено, что вот эта покупка подводит Google не только на каких-то консюмерских рынках добиться новых вершин, но и, скажем так, на правительственных заказах что-то делать, может быть, даже на военных. То есть это очень многогранная покупка, и я считаю, что Google очень повезло. Вообще, действительно, на сегодня может казаться, что мы очень далеки от этой покупки. Мы, я имею в виду Рунет, которым пока это не запущено толком. То есть он работает, но просто очень мало активно используется, когда значит Waze далеко не так эффективен, как может быть. Но поскольку это переходит в конюшнюю гугла и получает его пользовательскую базу мощности с точки зрения маркетинга и пиара, это может быть очень интересно в том смысле, что сервис, на самом деле, кроме того, что он социальный, он еще и мощно геймифицированный, мощно игрифицированный, по-другими словами, там получаешь статусы разного уровня, получаешь баллы за проезды в разных местах, за какие-то отчеты и так далее. Это игра. И вот эта игра, которая становится реальной частью потребительского сервиса, может стать неким первым, извиняюсь за метафору, таким вот маяком, за которым потянутся другие сервисы. То есть геймификация войдет активнее, активнее, чем гораздо меньше, чем есть сейчас, в интернет-порталы и нашу с вами реальную жизнь. То есть играть мы будем гораздо больше. Не находите, Евгений? Абсолютно. Это действительно сейчас глобальный тренд. И управление более тонкое и более гибкое управление потребителем, это тот самый вызов, на который все пытаются ответить. По большому счету геймификация — это все, что призвано сделать потребителя, условно говоря, более активным, включенным в процессы, который создает тот или иной сервис и таллиная компания. И сейчас уровень включенности, конечно, очень сильно растет. Ну да, и это очень помогает вот эта как бы игра. Не находишь, Олег, да? Ну нет, я считаю, что геймификация немного переоценена. Да, она полезна, но в первую очередь сервис должен предоставлять услугу какую-то очень важную. И тогда эта геймификация будет работать, да. Но все-таки важно именно... Она не может быть самоцелью. Но она прекраснейшая упаковка. Да, прекраснейшая. И все-таки, не знаю, мне кажется, Google купил этот стартап для того, чтобы просто как бы упростить в Google Maps нахождение чего-либо. Ну, Google — это же корпорация, которая помогает нам найти что-либо. Ну, поживем увидим. Я думаю, что на самом деле там гораздо больше, чем просто упростить, сделать еще один слой пользовательский, как вот может быть. Скажу, что уже там 50 миллионов пользователей, о чем не говорилось, что по разным оценкам отдано за Waze от миллиарда сто до миллиарда трехсот тысяч долларов. На этом пока все о Waze, но продолжим разговор через несколько мгновений. Продолжаем говорить о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Рунет сегодня. Программа от 17 июня 2013 года. Звучим на финам.фм, либо на 99.6 в Москве. Я вот думаю, как долго еще я буду произносить чистоту в FM-диапазоне, как долго еще продержится радио, как таковое в его классическом представлении — FM-радио, как скоро оно перетечет в интернет полноценно, в том числе и благодаря тому, что будем обсуждать в этом сюжете. Но прежде скажу о том, что меня зовут Максим Спиридонов, о гости выпуска — Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и социальных программ фонда РВК, и Олег Недерев — сооснователь мобильного списка покупок «Купи-батон». Вот уже полтора года прошло после ухода из жизни одного из величайших технологических и бизнес-лидеров в истории планеты. С тех пор с каждым новыми премьерами, которых объявляет Apple, эксперты и обычные пользователи прямо или косвенно задаются вопросом, нет ли в новинках компании симптомов ее деградации или вообще умирания. Попросту говоря, не сдувается ли этот технологический гигант, потерявший своего главного архитектора-идеолога. Ваше мнение, коллеги. Есть такие симптомы? Каким вообще видите будущее Apple, Евгений? Ну, конечно, судить рано, хотя трудно представить себе Apple без Джобса в полном объеме. Действительно, он его не только создал, но и возродил в каком-то смысле. С другой стороны, темп, который набрала компания, уже настолько большой, что, мне кажется, его не так будет просто остановить. И вот на мой такой не самый просвещенный взгляд, посмотрев на новые продукты, я увидел, что в нем сохраняется то, что привнес Джобс в свои продукты. А он всегда привносил что-то, что удивляет. То есть что-то, что ломает какие-то стереотипы, составляет, может быть, свыкаться с чем-то неудобным, но в итоге начинает нравиться. Это его стиль. Если его дух, условно говоря, переживет его тело, это будет, конечно, очень здорово для Apple. Ты тоже считаешь, Олег, что дух Джобса жив? Да, я с Евгением согласен, но, во-первых, что еще рано что-либо об этом говорить. Сейчас легче всего сказать, что Apple уже не тот, при стиве такого не было. Что многие, кстати, говорят, с удовольствием делают. Да, это легче всего. Но вот судя, например, по последним Keynote, который был, когда представили iOS 7, то есть компания вполне себе способна вывкатать революционные продукты. Смело. И это говорит о том, что дух Apple все еще есть. Ну что ж, сейчас, собственно, про эти новинки, анонсированные на прошлой неделе. Корпорация Apple представила целый ряд новых продуктов на ежегодной IT-конференции, проходившей в Сан-Франциско. Среди прочего, компания продемонстрировала новые версии своих операционных систем, которые получили название Mavericks и iOS 7. Также был анонсирован бесплатный сервис для прослушивания музыки в потоковом режиме iTunes Radio. Ваше мнение, коллеги, насколько эти премьеры значимы. Что еще из анонсированного, кстати говоря, вам показалось любопытным, Олег? Ну, самым любопытным для меня было, это, конечно, iOS 7. Это самое... мы не ожидали настолько кардинальной переделки операционной системы. А утечек не было, да, если не следил за этим? Не было. Люди ждали. Я представляю, какой удар это был для эплофилов, когда вот так вдруг резко меняется интерфейс. Ну, никто не ожидал, потому что... ну, все как-то ориентировались, да, немножечко она будет плоской. Да, и вот, в частности, мы купи-батон тоже подготовили к iOS 7 и сделали его немножко плоским. И, ну, когда нам показали iOS 7, мы выпали в осадок, так скажем. Вообще это кардинально не то, чего мы ожидали. Как по Эльфу и Петрову, какой удар со стороны классика. Да. Не, ну, это здорово. То есть мы все обрадовались очень сильно. Окей. Евгений, ваше мнение? Ну, вот опять же, о духе Джобса. Знаменитая история, что когда он представлял iPhone, в котором виртуальная клавиатура, в Штатах тогда был тренд на кнопочные клавиатуры, ему все венчурные инвесторы говорили, что, Стив, это не будут покупать. Он всем отвечал одно. Они привыкнут. И они действительно привыкли. Вот в каком-то смысле идти за модой — это один вариант. Создавать моду — это другой вариант. Вот для меня тоже все, что представлено, было достаточно вызывающе. Но этот вызов — это и есть то, что провоцирует, то, что формирует дух Apple и дух всех этих продуктов. Дух вызова, дух чего-то нового, дух необычности. Они захотели отличаться, они отличаются. Ну, дай бог, чтобы это было реально таким вот движением инноваторов и яркими прорывами, а не имитацией этого. Потому что нет ничего проще, чем делать всякие вызывающие поступки, говорить, ну, вы не понимаете. Это вот так теперь нужно. Просто поймите через несколько лет. Потом история расставляет на свои места. Ну, я думаю, все нормально будет. Ну, хорошо. Как заявляют разработчики Mavericks, вот если по другим еще примерам коротко, позволяют эффективнее использовать энергию батареи, также работать быстрее. Обновились многие программы в этой операционной системе, конкуренте фактически десктопных Windows. Вот. А дизайн и функционал iOS 7, этой мобильной операционной системы, полностью отличаются с предыдущих версий. Объясню нашим слушателям, да, те, которые не в курсе. Прежде всего в том, что, ну, вот, облик изменился до неузнаваемости, как мы уже говорили коротко. Иконки стали плоскими, они вот лишились того, как вот я переузнал новый термин, сквеморфизма, то есть подобие каких-то реально существующих предметов. Метафоры. Да, ну, такие визуальные метафоры. Они стали предельно символическими. Собственно говоря, теми, которыми, пошли они тем же путем, которым движется, кстати говоря, Microsoft ранее их двинулся с Windows 8. Такой простой, довольно плоский, символический интерфейс. Вот. Значит, что еще можно сказать из премьер? И заявили они о том, что в продаже было продано за время работы под iOS более 600 миллионов устройств. Отчитались, так сказать, о красотах. Вот. Ну, и рассказали, в частности, про то самое iTunes Radio. Довольно, ну как, не то, что неожиданное, яркая премьера тоже, о которой, мне кажется, стоит поговорить. Особенно в контексте того, что мы находимся на радио. Суть iTunes Radio в том, что она позволяет создавать собственный поток аудиотреков, которые формируются на основе прослушанной пользователям музыки. То есть можно собственные радиоканалы как бы выстраивать под собственные вкусы. Сервис будет бесплатным, однако те, кто оформил подписку на iTunes Match, будут избавлены от послушивания рекламы. То есть он будет бесплатным, но рекламный. И пока работает только на территории США. Вообще про радио. И вот в этом смысле про инициативы Apple. Как вам кажется, будет издаваться ситуация? То есть вот будут ли подобного рода вещи сдвигать традиционные радиостанции, Олег? Мне кажется, не будут. Потому что iRadio — это больше для прослушивания музыки. Ну, не то, что вот как вот передачу послушать какую-то новостную. А это именно, ну, что такое для Apple их iPhone и iPad. Это как бы окно в контент. Вот. И они делают, ну, для пользователя. И они делают максимальный выбор пользователя. То есть чтобы он мог смотреть видео, музыку и так далее, и так далее, на Apple TV, на iPhone'ах, на iPad'ах. И как бы iRadio было просто очередное добавление к их изобилию контента, чтобы пользователи ещё больше, так скажем, подсаживались на их устройства. То есть вы тоже не находите в гении революционности или нет? Я соглашусь, что это просто достройка в новом типе контента, уже ставших традиционными инструментов. Но я думаю, что какой-то эффект изменения здесь произойдёт. Потому что точно так же, как он происходил в блогах, там, в соцсетях и так далее. Как только появляются другие поставщики контента, традиционные поставщики контента испытывают очень сильную конкуренцию. И я не удивлюсь, если на этой платформе появятся какие-то суперпопулярные проекты, которые начнут на уровне брендов конкурировать с большими яркими классическими медиа. Не умаляя достоинства вот этого перехода в iOS на новый тип интерфейса, который по всем нам ударит. Потому что Apple, он как бы действительно задатчик моды. И если уж Apple пошёл в направлении плоских интерфейсов, достаточно простых и символических, так же, как и Microsoft прежде, это значит, что мы будем жить в этих интерфейсах. Мы окружаем и всё большим количеством этих интерфейсов. Но при этом, мне кажется, тема iRadio, она ещё более любопытна, поскольку действительно повлияет на радиовещательную отрасль, как таковую, и может быть довольно серьёзно. И в целом является одним из симптомов такого изменения подхода к музыке. В этом смысле Runet он пока ещё не догнался, потому что он имеет огромную базу того самого ВКонтакте, прежде всего ВКонтакте, и других подобных сервисов, но в меньшей степени, где всё есть и всё бесплатно. А вот западный мир, он идёт по пути освоения некий новый парадигм подхода к музыкальному контенту. И если прежде была возможность покупать mp3-файлы в iTunes, такая вот самая традиционная, потом вот сейчас появились обычные сервисы, сейчас Apple смешал это всё, такое вот появилось радио, где можно вроде как и выкупить эти треки, в то же время под тебя формируются. Это, в общем, довольно любопытно с точки зрения того, как это в будущем будет выстраиваться. А как оно, как вам кажется, будет развиваться, Евгений? — Ну, в любых потоках, чем, условно говоря, радио отличается от свалки mp3-файлов, ты в свалке файлов ищешь то, что ты хочешь, а радио тебе предлагает что-то, и это предложение обладает особой ценностью. То есть, условно говоря, фигура диджея, фигура создателя программы, она тебе определённым образом компонует. — В классическом варианте радио, да. — Естественно, да. В этом случае, я думаю, появится то же самое. То есть люди, которые способны задавать вкус и задавать тренд, они таким образом получают инструмент. Им для этого не нужно быть работниками радио, они могут быть просто людьми, которые там занимаются своими делами, а иногда ещё хотят делиться своими вкусами. Мне кажется, что это в целом всё идёт в направлении создания, формирует такой кастомер-ориент от реальности. То есть, когда под вкусы конкретных людей очень гибко тюнингуется пространство вокруг него. — Под вкусы каждого конкретного человека, абсолютно, да. — Ничего общего, да. — Мне кажется, что в итоге это всё выльется в какие-то вещи, в духе, ну, мы же идём в нательные компьютеры, да, то есть какие-то датчики настроения будут соопределять сами, что именно вам захочется сейчас послушать. Эта музыка будет автоматически формироваться и, в общем, как-то будет монетизироваться дополнительно этот поток в виде отдельной радиостанции. Небольшое такое вот отступление лирическое. В Твиттере, моём личном Твиттере, Максим Спиридонов, который мы используем во время программы для того, чтобы задать вопросы, мы спросили, где вы слушаете или загружаете музыку, и почему. Ответы такие. «Мьюзик Яндекс», «Яндекс Музыка», иными словами, «легальный контент». Если нет, то на YouTube. Никакого пиратства, вот пишет принципиальный пользователь. Значит, далее. «ВКонтакте пока», многоточие. «Ждём iRadio». Ну, пока оно в США, дождётесь, наверное, ну, не знаю, когда, боюсь сказать. Думаю, что годы ещё, год-два. Далее ответ «ВК бесплатно», «iTunes», «быстро и удобно». Ещё ответ такой. То есть вот человек, пожалуйста, комбинирует модель российского пользователя и как бы вот американского. Ещё ответ «Онлайн Радио», «Яндекс Музыка», ну и так далее. В общем, одним словом, наши слушатели, как мы видим, пока пользуются, но немного и весьма немного легальным контентом. Хочу вернуться в этом смысле к «ВКонтакте». Мы, Евгений высказал мнение, что «ВКонтакте» не будет полностью лишён лицензионной музыки, которая там находится, в общем-то, без лицензии. А ты как думаешь, Олег? Ну, я тоже думаю, не будет. Ну, или не в ближайшее время. А мне кажется, настолько сейчас вовремя вот эти вот возобновились все эти истории. Смотри, контекст какой происходит. «ВКонтакте» самая большая база этой истории. Вот этой вот музыки, которая там оказалась, в общем, незаконна. По большей части. И на фоне антипиратского закона, который формируется, и который, видимо, так или иначе будет принят. На фоне волнения вокруг соцсети, потери, видимо, того безусловного влияния дурого внутри этой соцсети, главного такого идеолога. Очень можно хорошо наклевать там этим, если хотите, коршуном. Я отношусь к этому с меньшей агрессией. И считаю, что притязания правовладателей имеют под собой право. Однако вот этим вот ястребом, которые налетели, и повытаскивать из «Контакте» чертовой бабушки, фактически все, что может так или иначе не нравиться правовладателям. Не находитесь так случиться, Евгений? Просто это очень технически сложно сделать. То есть... Да как? Ну, просто поиском далее. Я думаю, в «Контакте» музыка исчезнет только тогда, когда эта музыка будет доступна легко, легально, в другом месте. И не задорого. Очень сложно просто до того, пока «Контакте» существует в таком виде, это сделать. Это просто по бизнесу нецелесообразно. Несколько проектов закрылось. Большие достаточно. Если ты наблюдал, было несколько проектов, которые закрывались. У операторов мобильных, одиноко стоящих и так далее. Я в заключении скажу короткую мысль, которая мне в этом смысле кажется очень логичной. И так иначе высказывается о том, что, наверное, все-таки музыкальный контент, как, впрочем, любой цифровой контент, должен иметь удобные сервисы получения доступа к ним пользователей и инфраструктуру для оплаты или неоплаты. Тут так все спорят, что, мол, кто-то хочет, кто-то не хочет получать деньги за свое произведение. Действительно, есть авторы, которые не хотят получать деньги. Они хотят это просто популяризировать. Да бога ради, должны быть удобные интерфейсы. Те, кто хотят получать деньги, должны получать деньги. Те, кто не хотят, должны иметь возможность не получать деньги. Сделаем паузу и, в общем, после этого поговорим о том, на что в Рунете можно потратить 130 миллионов долларов инвестиций. Снова доброе утро, друзья. 11.47 в Москве, 17 июня 2014 года. Если вы обнаружили себя в пространстве времени и географии Москвы, то, значит, вы слушаете нас на 99.6 в Москве. Впрочем, также можете слушать нас и на финам.фм в онлайне, но тогда, как я не раз говорил уже, ваше географическое положение может быть любым. Значит, напомню также, возможно, слушать нас в подкасте, то есть подписываться на ленту и получать эпизоды программы в любое удобное для вас время. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и выпуск Олег Недерев, сооснователь мобильного списка покупок Купи Батон и Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и социальных программ фонда РВК. Коллеги, как с вашей точки зрения, некоторый ажиотаж, в том числе инвестиционный, который царит последние 3-4 года в области электронной коммерции, это нормально? Не надувается ли пузырь, о котором отдельные говорят, который имеет шансы громко лопнуть? Оправданы те десятки, сотни миллионов долларов инвестиций, что вливаются в лидеров рынка, при том, что зачастую эти лидеры операционно убыточны. Олег? Ну, честно, я скажу, я не специалист в этом, но мне кажется, это какой-то пузырь. Очень много денег вливается. Что-то много денег. Да, что-то много денег. Евгений, вы больше в этом разбираетесь, наверное? Ну, достаточно сложно заглядывать в будущее и сказать, что это все лопнет или отобьется. В целом, далеко не всегда на круг инвестиции оказываются прибыльными. Венчурная отрасль вообще бывает убыточно. Но в целом-то она стремится к прибыльности, конечно, это все-таки бизнес. В целом, по Америке, венчурная отрасль убыточна. Да. Это немножечко преследует другие цели. Цель скорее создать что-то технологически новое и продвинуться вперед, и выигрывают на самом деле только лучше. Это на уровне государства, имеете в виду, да? Да, на уровне общества, скажем так. Но конкретно e-commerce, я думаю, что он все-таки довольно мощный тренд, и он еще не закончил переформатирование системы отношений, условно говоря, продавца и потребителя. То есть, я думаю, еще несколько лет эта машина будет перелопачивать все, к чему мы привыкли, и в этом смысле сделать ставку на лидера – это очень большая удача. Какие большие деньги в нее вливаются? Ну, это на самом деле, я бы не сказал, что это совсем большие деньги. Это вполне для того, чтобы создать миллиардный бизнес, это нормальная инвестиция. Хорошо, послушаем про праздник на улице проекта, выпускника немецкого инкубатора Rocket Internet. Интернет-магазин одежды и обуви Веломода объявил о новом раунде финансирования. Сервис привлек 130 миллионов долларов от консорциума инвесторов во главе с компанией Access Industries Леонардо Балаватника. Подробности сделки не раскрываются. Помимо Access Industries в раунде приняли участие Summit Partners и Tengelman – это самое крупное вливание в сегмент российского онлайн-ритейла в истории Рунета. По крайней мере, из известных денег, но думаю, что из неизвестных тоже. Вряд ли вливали такие деньги не публично в кого-либо, мы бы увидели. Но все-таки, не слишком ли много денег? На что они будут потрачены, Евгений? — Мне сложно сказать конкретно про эту сделку. Это, на самом деле, вопрос пока недостаточно освещенный. Но с очевидностью, что такие деньги нужны для того, чтобы либо серьезно захватить, условно говоря, национальный рынок, либо для того, чтобы выходить на рынки глобальные. Я думаю, что это все-таки речь идет о втором. — О глобальном. То есть, развитие на страны СНГ, по всей видимости. — Ну, СНГ не самый интересный рынок. И вот примером могу привести Lingual Leo. Он, когда решил выходить на глобальный рынок, начал с Бразилии. То есть, как одного из самых крупных динамичных рынков, удобных для языковых сервисов. — Я думаю, здесь тоже, скорее всего, что-то такое же. — Латинская Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия занимают, в том числе наших соотечественников, часто. — Да. Ну, любые динамичные рынки, на которых еще много потребителей, которых можно охватить сервисами. — Олег? — Мне кажется, не пойдут они на глобальный рынок, а будут работать именно по СНГ. И эти деньги им нужны, наверное, чтобы с конкурентами бороться. Потому что, как я понял, LaModa — это немецкий вообще проект. — Ну, по происхождению. Вообще он там внешне абсолютно русский. — Ну, внешне. А именно владельцы. — Там целый пул инвесторов, там уже, знаешь, черт ногу сломит. Немцы его строили. Есть такой проделанслужащий, скажу, думаю, что ты знаешь. Один из крупнейших в мире интернет-инкубатор, то есть компания, производящая интернет-компании, если можно так выразиться, называющаяся Rocket Internet, он довольно известен. Он сделал несколько крупных проектов, действительно серьезных. Он сделал несколько красивых сделок, прежде всего по Германии, но в том числе и в других странах мира. И вот LaModa — это была их инвестиция, это был их выпускник, вот если можно так выразиться, как выпускники фабрики звезд, вот так вот выпускники инкубатора, который активно взялся за одежный рынок, за продажу одежды, и потом дальше пошел по сопутствующим товарам. Поэтому сегодня фактически, ну вот многие говорят так, что есть Ozone, есть Купи-Вип, есть LaModa такие вот крупнейшие игроки. Wildberries. Wildberries, совершенно верно, да-да. Как я понял, это их основной конкурент, и он гораздо крупнее, чем LaModa. Не гораздо. Он крупнее, но не, там, не сказать, что сильно. Как я понял, сильно. Ну, не знаю, да. Я не буду сейчас, поскольку цифры не помню точно, не буду проверить конкретно, но я буквально на днях видел там оценочные их показатели, никто не знает точных цифр, да, но есть некие оценочные эксперты. Ну, по трафику, например, сильно они выше. А ты их посмотрел по Алексе? Ну да, хотя бы такой ориентир. Классический вариант ответа по поводу Алекса, типа, ну, Алекса Россию плохо меряет. Ну, нет, на большом трафике нормально меряет. Ну, еще раз, к тебе по поводу трафика, я не хочу отвечать LaModa никак. Я, в общем, они мне не родные, и я тоже о них не очень много знаю, большому счету, но трафик в электронной коммерции особенно мало имеет значения. Может быть, очень большой трафик, но конвертирующийся в очень плохо. И может быть, очень маленький трафик относительно, но имеющий колоссальную конвертацию. Евгений, ну, все-таки, давайте пробуем предположить, а что будет делать LaModa с этими деньгами? Вот, кроме того, что они пойдут в другие страны, видимо, они утопчут купюрами такой свой путь в Рунете. Тут эту уболоченную почту, почву они таким образом уплотнят пачками долларов. Ну, знаете, с точки зрения глобальных сделок, это не самая крупная сумма, чтобы они так прямо рассуждать, что на Россию пролился денежный дождь. С точки зрения российского рынка, наверное, да, но российский рынок дорожает. И конкуренция на нем становится все дороже, и продукты на нем создавать все дороже. А главное, что я лично вижу в похожих проектах амбиции создавать сервисы глобального качества. И, соответственно, глобально конкурентоспособны. Мне сложно сказать про конкретный этот продукт, я его недостаточно хорошо знаю, и тем более не знаю подробностей сделок. Но есть такой тренд, особенно характерный для Китая, когда национальный рынок используется как трамплин. Китайский рынок, например, это трамплин для выхода на глобальные рынки, для очень многих проектов. Ну, для интернет классический случай, когда отрабатывается модель на рынке национальном, но с расчетом на то, что если она будет успешна, то она будет мультиплицирована на рынки глобальные, на другие. Мы попробовали получить комментарии от Ламоды, но удивительным образом провела их пиар-служба. Видимо, она сейчас чувствует себя звездами в пике внимания, поэтому они просто пропали, и мы комментарии не получили. Прокомментируем сами. Значит, в том числе, кроме того, что было сказано сейчас в нашей студии, хочу привести несколько цитат из экспертов, которые высказывались по поводу вот этой самой инвестиции. Источник фирмы RU. Евгения Чухнова, директор по маркетингу Сапата. Это тоже, кстати, конкурент довольно серьезный, правда, уже подотставший. Следующая сказала. По сравнению с Америкой или Европой, и ритейл в России по-прежнему является довольно перспективным полем для развития. Многие ниши еще далеки от заполнения. Получение столь высоких инвестиций в сегменте обуви и одежды не может не сказаться на игроках рынка, но в конечном счете будет выигрывать именно клиент. Усиливается конкурентная борьба, значит, борьба за клиента станет жестче, уровень сервиса начнет максимально прибираться к европейскому и американскому. Ну, что как бы... В том числе, видимо, ценовая борьба будет также вестись жестче, значит, опять выиграет потребитель. Еще одно мнение. Андрей Куликов, инвестиционный менеджер фонда Fastland Ventures. Схожий объем инвестиций привлекали другие игроки, которые инвестируют в инфраструктуру. Вопрос, действительно, инфраструктура. Если посмотреть, например, на Азию, там также большая доля инвестиций в e-commerce идет... Причем, это 30% в этом e-commerce идет в fashion. То, чем занимается ла-мода, то есть в модную одежду,ными словами, по-русски говоря. Одна из причин необходимость инвестировать в инфраструктуру, склады, логистика для того, чтобы создать хороший customer experience, сказал господин Куликов. То есть хороший пользовательский опыт. Ну, еще один комментарий приведу от Аркадия Мариниса, известного инвестора на ранней стадии. Он написал в своем фейсбуке. При том, что, оговорюсь, он человек опытный достаточно. Он написал так, я идиот, я не понимаю, почему и зачем нужно и можно вложить 130 лямов в ла-моду. Вот такое вот мнение. Ну, в общем, есть мнение, что им просто повезло с настолько увлеченными инвесторами, готовыми вносить такие деньги. Действительно, если правильно их распределять, то им маркетинг можно вводить на принципиально новые уровни. И, в общем, делать экспансию на другие страны и так далее. Да, Евгений. Ну, в России сейчас довольно уникальная ситуация. У нас сложилось перепредложение денег. В венчурной отрасли у нас количество денег в фондах по отношению к сделкам 7 к 1. Для развитых рынков это 4 к 1, 5 к 1 максимум. Соответственно, в объеме сделок, я думаю, что рынок достаточно перегрет. Инвесторы охотятся за качественными проектами, которые обещают реально достаточно уверенное развитие, а в количестве денег, я думаю, никто не стесняется. Ну, то есть, одним словом, когда инвесторы находят нечто более-менее подходящее для инвестиций, они теряют сон и стремятся как можно быстрее запихать максимальное количество купюр вот в эту открывшуюся створку дверей. Ну, скорее, конкуренция стартапа за фонды, она не такая острая. То есть, условно говоря, они могут раздувать свои потребности, а инвесторы не так много аргументов их вовремя ограничить. В титре Максим Спиридонов, мы задали вопрос, касающийся этого нашего сюжета. Какими интернет-магазинами вы пользуетесь регулярно? Что покупаете? Ответы такие. Юлмарт, магазин электроники, скажу, тем, кто не знает. Значит, дальше в интернет покупаю только книги, все остальное либо офлайн, либо из-за бугра. Значит, далее Озон, покупаю книги. Далее западными eBay, iHerb, наши, ого, UT-сети, плеер. Эти мне не знакомы, кстати говоря. Вот, ну, в общем, такого рода ответы, которые указывают на то, что наши пользователи, в общем, достаточно разнообразно имеют. В этом смысле, как вы рассказал с аналитик Experience, то без шепот. А, кстати, а вы пользуетесь российскими магазинами и пользуетесь ли западными? Олег? Я пользуюсь в основном западным Amazon и русским Ozone. Ага, Евгений? Я пользуюсь, хотя, наверное, не так активно, как другие. Почему? Ну, еще все-таки недостаточно развитый Custom Experience. Мне еще все-таки приходится как-то переступать через какие-то стереотипы. Интересно, даже вы, человек, работающий в этой отрасли, Олег? Ну, вот хочу сравнить просто. Я пользуюсь Amazon и Ozone. Amazon гораздо выше Customer Service, поэтому я им пользуюсь. Нильс Торсон, SEO-компания, Ламода, сказал, деньги будут направлены на расширение ассортимента, портфолио брендов, оригинальную и СНГ-экспансию, также IT-разработки. Ну, в общем, предсказуемо сказал. Понятно, что примерно такое должно было прозвучать. Это, собственно, мы и обсуждали. Поздравим Ламоду. Поздравим российскую культурную коммерцию, которая активно развивается. На этом будем заканчивать. Спасибо большое вам, коллеги, за ваше присутствие. Спасибо внимания за внимание слушателям. Это была программа «Рунет сегодня». Слушайте нас каждый понедельник. Всего хорошего. Пока.